Друзья, добрый день! Вы на кулинарном канале Наталья Горбачёвой. Сегодня я готовлю пшённые блины по вашему запросу. Если у вас тоже есть какие-то пожелания, пишите их под видео, я буду снимать рецепты. Для блинов по этому рецепту я буду использовать уже готовую пшённую кашу. Её, конечно, можно сварить для этого и специально, но я обычно использую остатки, то, что было, например, недоедено после завтрака. О том, как сварить пшённую кашу на воде, у меня есть отдельное видео, ссылочка есть под роликом. А сейчас пройдусь вкратце по основным шагам. Отмеренное пшено я хорошо промываю, заливаю водой, солю, довожу до кипения, добавляю сливочное масло. И варю на медленном огне 25-30 минут. Для блинов используется уже остывшая пшённая каша. У меня она постояла в холодильнике, поэтому стала вот такой плотной, хорошо держит форму. Остальные продукты я тоже подготовила, отмерила и просеяла муку. Мне понадобится стакан жидкости, это может быть молоко, вода или кисломолочные продукты. У меня сегодня будет кефир. Кисломолочные продукты я использую пополам с водой, то есть у меня будет полстакана кефира и полстакана воды. Ещё понадобится соль, сода, сахар и яйцо. В стакан погружного блендера к кефиру я добавляю воду. В кладу пшённую кашу. Насыпаю муку. Обычно использую первый сорт. Разбиваю яйцо. И добавляю остальные продукты. Сахар, соду и щепотку соли. Пробиваю блендером до однородности. В процессе добавляю немного растительного масла. На этот раз у меня рыжиковое масло. Оно выдерживает высокую температуру. И блины будут хорошо сниматься. Блинное тесто пробиваю до однородности. Блинчики по этому рецепту получаются очень нежными, мягкими. Поэтому печь их лучше на небольшой сковородке. Также для того, чтобы они лучше снимались. Чтобы не добавлять в рецепт дополнительную муку. Чтобы не забивать блины мукой. А на большой сковороде можно печь в виде оладушек. Сейчас я буду использовать маленькую сковородку. Диаметр дна у неё 15 см. Сухую сковородку я ставлю разогреваться. И пропитываю салфетку маслом. Чтобы затем использовать её для смазывания сковороды. На хорошо прогретую и смазанную сковороду наливаю блинное тесто. Распределяю по всей поверхности. И обжариваю с одной стороны. Постепенно вся поверхность покрывается пузыриками. Блинчик пора переворачивать на другую сторону. Перед следующим блином я снова смазываю сковородку. Делать это нужно очень осторожно. И так пеку все блинчики. При желании готовые блинчики можно смазывать сливочным маслом. Блины по этому рецепту получаются достаточно тонкими. И в то же время их можно даже назвать пышными. Они очень мягкие, нежные, как я уже говорила. У них богатый, насыщенный вкус. И на сегодняшний день это, наверное, лучший рецепт блинов, которые я готовила и пробовала. Блины отлично подходят для фарширования. Но и без начинки они сытные и самодостаточные. Приятного вам аппетита! И до встречи в следующих роликах! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо! Субтитры подогнал «Симон»!